Атаваэксан представляет Загадка Корана Востоковед доктор Гарри Миллер, профессор математики и логики в Университете Торонто, был очень активным миссионером в христианстве, а также библейским ученым. Так как он любит логику и логическую последовательность вещей, то однажды он захотел почитать Коран с намерениями найти некоторые ошибки, которые укрепят его позицию, когда он призывает мусульман к христианской религии. Он обнаружил, что Коран – это старая книга, написанная 1400 лет назад в пустыне, и был ошеломлен тем, что нашел в ней. Он даже обнаружил то, что в этой книге есть вещи, которых нет ни в одной другой книге в мире. Он ожидал найти некоторые события, связанные с Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха, например, смерть его жены Хадиджи, пусть Аллах будет доволен ею, или смерть его дочерей, но он ничего не нашел. Но что смутило его больше всего, так это то, что он обнаружил, что в Коране есть полная сура под названием «Сурат Марьям» в честь Марии, мир ей. Нет равных этому в книгах христиан или в их Библии. Он не нашел суры во имя Айши или Фатимы, да будет доволен ими Аллах. Также было установлено, что Иисус, мир ему, упоминается в Коране по имени 25 раз, в то время как пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, упоминается только 4 раза. Это усилило смятение ученого. Он начал читать Коран более внимательно и нашел то, что ему было нужно. Но он был шокирован великим и прекрасным стихом, которым является 82-й аят в Суре Ан-Ниса. Если бы Коран был не от Бога, можно было бы найти много несоответствий. Доктор Мюллер говорит об этом стихе. Одним из научных принципов, известных в настоящее время, является принцип поиска ошибок или расследование ошибок в теориях до тех пор, пока они не окажутся подтверждением на фальсификацию. Странно, что Коран призывает мусульман найти в нем ошибки, но вы их не найдете. Он также говорит об этом стихе. Ни один автор в мире не имеет смелости написать книгу, а затем говорить, что эта книга свободна от ошибок, и вам предлагают найти ошибки, но вы их не найдете. Также из стихов, над которыми доктор Мюллер долго размышлял, стих 30-й из суры Аль-Ан-Бия. «Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым, и что мы разделили их и сотворили все живое из воды? Неужели они не уверуют?» Этот стих как раз и является предметом научных исследований, за которые в 1973 году была вручена Нобелевская премия. И они были посвящены теории Большого взрыва, в которой говорится, что существующая Вселенная является результатом огромного взрыва, вследствие чего и образовалась Вселенная, включая небеса и планеты. Теперь мы переходим к другой части стиха, где говорится о воде как источнике жизни. Удивительно, что современная наука недавно узнала, что живая клетка состоит из цитоплазмы, 80% которой состоит из воды. Как мог неграмотный человек, живший 1400 лет назад, знать все это, если бы он не был связан с откровением небес? Доктор Мюллер обратился в ислам, а затем начал читать лекции по всему миру. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам! Продолжение следует... Продолжение следует...